Добрый вечер, уважаемые слушатели! Все новости, которые мы с вами только что прослушали, касались преимущественно того, арестовали, отпустили, выдали. Я уже начинаю прямо радоваться, когда возникает новость какая-нибудь про перевод времени с летнего на зимнее или не перевод времени с летнего на зимнее. Или еще какая дурька, переименование Сталинграда в Сталинград на 6 дней, на 3 дня. Вот какие-то непонятные, либо тюрьма, каторга и так далее, либо вот что-то такое совершенно надуманное, ненужное, как будто в стране ничего другого не происходит, как будто нет у нас никаких проблем, которые действительно нужно решать, и нужно соединиться, и навалиться, и так далее. А уж тем более не перевод времени в этом смысле имеет смысл обсуждать. Вот сегодня у меня совершенно замечательные две гости, которые я очень хочу вам... Так, сейчас скажу как следует. Которые я очень хочу, чтобы вам понравились. Потому что одну из них вы, хорошо, знаете, это Ольга Романова, знакомая мне много-много лет, и тоже в своем роде человек, абсолютно изменивший свой образ жизни. Ну, мы-то знаем, что ее торкнуло. Если у тебя муж сажает в тюрьму, ты, в общем, наверное, начнешь заниматься чем-то другим, а не тем, чем занимался до означенного времени. А вот второй человек, незнакомый вам, совершенно замечательная, как всегда, в последнее время блондинка, Наталья Кудрявцева, и говорить мы будем о тюрьмах, о детях, которые там содержатся, содержатся, совсем маленькие дети, и которых Наташа оттуда спасает. Вот каким образом она это делает, и почему она, каким образом она стала этим заниматься, мне показалось очень интересным обсудить. И очень важным, потому что это будет в нас всех и неравнодушие, и, скорее всего, просто первый раз сталкивает нас с той проблемой, о которой и надо бы говорить, а не о переводе зимнего на летнее, летнего на зимнее и прочее, прочее. Вот давайте начнем с вопроса Ольги Евгеньевны Романовой, как человеку более опытному, которая, я думаю, вполне способна ответить на вопрос. Оль, как много людей меняет свой образ жизни по таким вынужденным обстоятельствам, как ты? Добрый вечер. Я думаю, что меняет людей образ жизни много, и с каждым днем все больше и больше. Во-первых, потому что, да, такие новости, нас сажает каждый день все больше и больше. Это во-первых. Во-вторых, эти новости начинают, как ты говоришь, торкать. Даже если не посадили тебя, не посадили у тебя, все равно эти новости так и иначе тебя достают, как достали Наташу Кудрявцеву. У нее никто не сидит. Слава тебе, Господи. Но все равно тюрьма ее догнала и стала главной в ее жизни. Наташа, что значит тюрьма вас догнала? Ведь, насколько я знаю, вы вполне себе успешный человек, маркетолог, работаете в частном бизнесе, торгуете замечательными шоколадными конфетками, статуэтками. Фигурками. Добрый вечер. Вот. Мне вот даже уже захотелось на 8 марта приобрести целую коробку разных фигурных шоколадок, которыми я буду радовать всех своих подруг, потому что никогда же не знаешь, что дарить таким очаровательным девушкам, которые меня окружают. Но, тем не менее, от шоколадок отвлекаясь, вот как шоколадки и тюрьма, каким образом все произошло? Ну, как-то полгода назад я попала на предпоказ одного фильма, который меня очень сильно поразил. Фильм рассказывал о детях, которые рождаются в тюрьме, живут там до трех лет, а после этого попадают в детский дом. Это был фильм Наташи Кадыровой «Анатомия любви». Да, фильм так и называется. И первый раз я увидела в апреле месяце. Я вышла просто под каким-то безумным впечатлением. Если коротко, в фильме рассказывается о том, что детки-то, в общем-то, не живут вместе со своими мамами, но есть две колонии в России, на тот момент было две, где дети проживали совместно. Дождь, сначала. То есть у нас сажают беременных женщин? Да. Или женщин с малолетними детьми? Вот, и которые... Как, вот, о каких детях это отвечает? Сажают только беременных женщин, и если она рожает в тюрьме, то до трёх лет ребёнок остаётся с матерью в тюрьме. Он проживает с ней совместно за решёткой. Такой арестованный ребёнок. Да, он сидит в тюрьме, по факту. А если есть родственники? Ну, крайне редко по статистике родственники забирают детей. Очень редко у женщины бывают родственники. Такой же. Вообще у женщин в тюрьме родственников не бывает. Это бабы ждут мужиков. Даже если есть там мамы, папы? Нету. Нету? Нету. Отказываются, обычно отказываются. Ну, по статистике, да. И, к сожалению, женщина остаётся один на один со своим ребёнком в тюрьме. Ребёнок отбывает наказание вместе с своей мамой. Окей. Хорошо. То есть он что, в камере с ней вместе? Нет. Есть дом ребёнка при тюрьме. Это уже в колонии. А если она рожает в тюрьме, то в камере вместе с мамой. Да, в камере, в тюремной. Ну, да. Там... Ну, в фильме рассказывалось именно уже про тюрьму. Вот. И фильм был основан, в общем-то, на неком эксперименте. Вот. В России есть... Сейчас уже больше, но на тот момент было всего две колонии, где мамы имели возможность проживать с детьми совместно. В любом другом случае мама видела ребёнка всего лишь один час в день. То есть ребёнок сидит в тюрьме, и маму видит один час в день за всё это время. И за это время... Господи, волосы дыбом становятся просто. Да, и за это время мама должна, получив вот стресс, да, тюрьма, это смена там просто образа жизни. Нет, ну подожди, мама либо убийца, либо воровка. Всё-таки мама... Не-не-не-не, не всегда. Не всегда. Дело в том, что... Как происходит? Вот в маленьком городке, в деревне сидели, выпивали мужики. Один другого дал по голове, и труп мы имеем. Да, и он приходит обычно к своей жене, к сожительнице, которая там 16 лет, 18 лет. Она беременна. Говорит, слушай, возьми на себя. Ты беременна, тебе много не дадут. Мне тут по полной программе. Это дурочка. Типа она его любит. Типа она его любит. А мне много не дадут. Более того, я беременна, мне дадут условно. И на всю свою десятку она и садится. Подожди, а почему не дают условно? Потому что у нас в законе написано, что отсрочка может быть предоставлена, а может быть не предоставлена. То есть суд решает. На усмотрение судей. 2% случаев. То есть если у тебя мама работает в Единственной России, как вот та мадама из Иркутска, то тогда отсрочит. А если ты Толоконникова или Алюхина, то нет. То фиг вам. А тем более, если ты человек вообще никому неизвестный, проживаешь в деревне, и некому-то и заступиться. То есть таким образом она рожает в тюрьме. Ребенок оказывается тоже в тюрьме. В роддоме пристегнутая наручниками, чтобы не убежала в наручниках. Пристегнутая. После родов, через несколько часов, ее отправляют обратно в камеру. Женщину после родов. А ребенка оставляют в больнице. Потом уже привозят к маме. Поэтому много погибает детей. Окей, хорошо. Окей, я сказала машинально. Это, конечно, нехорошо и никак. Давайте дальше, Наташа, пожалуйста. И режиссер фильма Наташа Кадырова решила снять фильм и немножко провести небольшой эксперимент. То есть в колонии мама может проживать совместно с ребенком, если мама хорошая, по мнению руководства колонии. Что входит в это понятие? Можно только догадываться. Мы читали сегодня письмо Марии Алёхиной из зоны, и мы понимаем, что значит хорошо, по мнению руководства колонии. Да. Все остальные мамы не имеют возможности проживать с детьми. Во-первых, очень мало мест совместного проживания. Во-вторых, как бы... И ребенка отдают в какой-то тюремный... Тюремный дом ребенка. Тюремный дом ребенка. А потом? Когда ему... Как дом малютки, да, исполняется? Через три года ребенка забирают у мамы и отправляют в детский дом. После этого связь мамы с ребенком прерывается напрочь. Просто. То есть она начинает... Если маме сидеть еще несколько лет, она отвыкает от своего ребенка. Она к нему даже не привыкает. В общем-то, за час в день она не может полюбить своего ребенка. В общем-то. То есть если это первый ребенок, нет материнского инстинкта. Плюс еще образ жизни до этого был определенный. То есть она не может понять даже, что это ее ребенок. Ну, пришла она на час к человечку и ушла. Ну, так бывает. Но как раз героиня фильма, главная героиня фильма, по просьбе съемочной группы поселили вместе с маленьким ребеночком, девочкой, которой был годик. То есть год она жила отдельно от мамы. Не проявляла... Это очень хорошо прослежится по фильму. Никаких там больших чувств к своему ребенку. Ну, как-то так. Понятно. Вот. По просьбе съемочной группы их поселили вместе. Они стали в течение года жить вместе, там обустраивать свой быт, вместе спать. Она ее кормила. То есть, ну, обычная, более-менее обычная там какая-то обстановка. Ну, как это может быть обычно, да? Ну, в камере, конечно. Насколько. Там, ну, комнаты проживания, это уже не камера, это вот комнатушки такие небольшие, две кровати и кран там с водой какой-то. Вот. Игровая комната с одним диваном, с минимальным количеством игрушек. Да, и, собственно, вот и все. И так они прожили год. За этот год, к концу как бы съемок фильма, кардинально изменилось отношение мамы к ребенку. Это видно было просто, но настолько было понятно. Они до трех лет так прожили? Нет, до двух. С года до двух лет. После того, как закончился фильм, вот, соответственно, ребенка опять поселили отдельно от мамы. Дом ребенка. Дом ребенка. Наташ, вот на этом месте мы на несколько секунд прервемся, потому как у нас реклама, а потом вы расскажете, что было. Хорошо. Я сразу хочу напомнить телефон прямого эфира, просто пользуюсь паузой. Код города 495, телефон 6510996. Или нужно писать на сайт finam.fm. На этом, Наташ, опять переходим к вам. Я хотела бы уже непосредственно вам задать вопрос о том, что произошло с этой девочкой дальше, с этой маленькой арестанткой фактически. То есть тут она, вы ее увидели в кино, и что? Ну, мне стало просто безумно жаль этого ребенка, которого как маленькую игрушку использовали. И там сначала дали пожить с мамой, потом отняли от мамы. И дальше просто была такая неизвестность, когда девочку отправили в детский дом, и что было бы дальше, непонятно. А ей было два года. Было два, когда ее отняли от мамы, и вот в три года, то есть в сентябре этого года, 2012 года, она должна была выйти из тюрьмы. Ну, то есть это звучит ужасно. Ребенок в три года выходит из тюрьмы. В детский дом. Да. Мне стало очень жалко, и я забрала девочку себе. Теперь маленькая Юля живет со мной. Забрали к себе, это значит, что? Вы прошли все инстанции, оформили опеку? Да, я оформила опеку. Я встретилась с мамой, предложила ей забрать Юлю, пока мама будет сидеть в тюрьме. На время пребывания мамы в тюрьме. А мама на сколько осуждена? Десять лет. Маме дали десять лет. Нет, сейчас она сидела с четыре года, вот, еще шесть лет, если ее не отпустят по условно-досрочному освобождению. А мама, извините, в чем обвиняется? Мама совершила убийство. Видимо, при таких каких странных обстоятельствах? Ну, обычное обстоятельство алкоголь, заняться нечем, работы нет. Там, Рязанская область, деревня, пять домов. Ее не брали никуда на работу, и, собственно говоря, вот она на алкоголь деньги нашлись, выпила, толкнула мужчину, ударила. Украл, выпил в тюрьме. Ну да, он упал и умер. Понятно. Наташа, а как она отреагировала на то, что вы заберете дочь? Ну, она, брат, она сначала спросила, не заберю ли я ее насовсем. Вот, и мое условие было, что я забираю, и я верну ребенка, ну, если она этого захочет. Вот, то есть по стечению срока ее пребывания в тюрьме, она выйдет, мы оформим все документы, и я буду потом Юле помогать. Ну, по большей части, Юле. Вот, но сейчас я понимаю, что не только Юле потребуется помощь, вот, а потребуется помощь еще и маме. Очень глобальная помощь маме, потому что те условия, в которых она жила, они будут кардинально отличаться от того, где сейчас живет Юля. Наташа, а вы моложе или старше Юлиной мамы? Старше, старше. То есть она совсем девочка? Ей 27 лет, да. Это ее второй ребенок. А первый где? Первого ребенка, к счастью, усыновили американцы, успели. Он инвалид мальчик, потому что, ну, там были проблемы со здоровьем, вот, и сейчас он живет в Америке. Она лишена родительских прав на первого ребенка. Ох-ох-ох. А как часто бывают такие ситуации, когда ребенок оказывается в тюрьме? Оля, у тебя, наверное, есть какая-то статистика? От 800 до 900 детей в год, сами понимаете, да, одни уходят в детские дома, другие рождаются. Ну, вот 800-900 детей в год в России... Находятся в тюрьме. Вот они сейчас, порядка 900 детей сейчас сидят в тюрьме, родившиеся там, в тюрьме. Потом их отправят в детский дом. Потом их отправят в детский дом, если не найдется вот такая вот Наташа. Второй такой я, к сожалению, не знаю. Наташа, а какая та девочка, которую вы взяли? Юля. Ее зовут Юля. Я знаю, что ее зовут Юля. Красивейшая, голубоглазая, блондинка, совершенно нежная, абсолютно там прекрасный ребенок, который сейчас по истечению времени она начала просто развиваться, догонять свой возраст, она все время там, я не знаю, шутит какие-то у нее там логические игры уже, она понимает. То есть она абсолютно там... Ведь когда она вышла из тюрьмы, она же города не видела, вы ее в Москву привезли. Да. Как это все было? Мы посадили ее в машину, она очень... у нее был безумный стресс. Она по дороге все время потела. Я сменила три комплекта одежды, они были... Все их можно было выжимать. Когда мы остановились, когда я стала немножко плохо, и она увидела коров, она посмотрела большими своими огромнейшими глазами, сказала, собаке, потому что Юля никогда не видела ни коров, ни мужчин, ни собак, ни кошек. И когда мы привезли ее домой, у нас есть маленькая собачка, первую неделю Юля запрыгивала просто ко мне на руки в слезах. И она боялась очень вообще, что это такое бегает с хвостом. Сейчас она просыпается утром, целует Гошу в носик, вот, и говорит, иди я тебя поцелую. До этого просто у нее был шок, вот, там, мужчин она никогда не видела, она очень боялась. Зона-то женская, конечно. Да, да, для нее это было все большим стрессом, и она узнавала этот мир заново. Она выходила на улицу, распахивала руки, это действительно было так, и бежала по дороге в никуда. Вот маленький ребенок, которому три года, она вот испытывала вот это ощущение свободы, вот у нее на лице это было написано, и я это не преднусь. То есть она бежала, я просто шла сзади за ней, я даже за руку не брала. Я видела, как вот ей вот хорошо, потому что она бежала и смеялась, представляете? То есть это маленький ребенок. Наташа, а как вы первый раз приехали в зону? Вот как все это было? Вот вы посмотрели фильм, вас он тронул. Вы приняли такое мужественное, ответственное решение, необычное для обычного человека, вот, вторгнуться в судьбу, трагическую судьбу этой маленькой девочки. И что вы стали предпринимать? Ну, изначально я пыталась найти людей, которые помогут мне связаться с мамой, поехать в колонию, поговорить с ней. Она в Мордовии где-нибудь? В Мордовии, да. Пришла, нашла из Руси сидящих людей, которые помогли мне, познакомили меня с Наташей Кадыровой. Вот, и, соответственно, мы поехали в колонию, пообщались с мамой. И после того, как я получила положительный ответ от мамы, потому что без ее, как бы, решения я не могла об этом сделать, хотя наши органы опеки, ее заявление о том, что она не против, чтобы я стала опекуном и просит об этом, не приняли к рассмотрению вообще при оформлении документов. Они сказали, что она заключенная. То есть они не посчитали ее за человека абсолютно. Она не лишена радистских прав. Но ее заявление не значило ничего абсолютно при решении вопроса об опеке. Я даже боюсь задать вопрос, по закону ли это. Нет, не по закону. Я хотела сказать огромное спасибо Светлане Бахминой, которая юрист. Все знаем о ее судьбе. Она тоже родила свою младшую дочку Анечку в тюрьме. Светлана Бахмина очень серьезно занималась этой проблемой юридической. Светлана Бахмина была осуждена по делу ЮКОСа, ну, как и все, что осуждено по делу ЮКОСа абсолютно произвольно, незаконно. Отсидела сколько? Четыре года. В Мордовии? Пять с половиной. Пять с половиной лет, да. Родила младшую дочку там. Двое детей ее ждали на свободе. Мальчишки. Мальчишки, да. Ну вот и Светлана Бахмина помогла, насколько я понимаю. Светлана Бахмина и Наташа установить Юлю. Маша Наэль, тоже женщина, которая родила в тюрьме ребенка и осуждена по экономической статье, и сама прошла весь этот ад лично, и вот вы здесь. Сейчас она сменила все. Имя, фамилию, биографию. И вот Вадик тоже наш тюремный ребенок, у нас так проект называется, рожденный за решеткой, тюремные дети. Их очень много. Их очень много. Что было, когда вы приехали, когда вы первый раз увидели девочку, Наташа? На первом свидании привели нам Юлю такую всю красивую. Ей завязали бант. Бант, который завязывали мне, когда я училась в первом классе. Вот они сохранились эти. То есть ее приукрасили, нарядили для меня, чтобы вот они думали, что если она будет, наверное, не очень красивая, что я ее не возьму или что-то. Ну, в общем, как-то это выглядело так очень торжественно. Вот. И мы поговорили, пообщались. Но Юля была, ну, естественно, она маленькая. И у нее еще нет вот этого, не было. Она не могла зафиксироваться там на одном человеке. То есть она все время как-то там вот по комнате бегала что-то или сидела у мамы на руках, чего ей тоже очень не хватало. Сейчас она безумно любит, вот если она начинает сейчас плакать, я говорю, иди ко мне на ручки. Все. То есть ребенок успокаивается моментом. То есть она вот, ей этого контакта очень не хватало всегда. И, ну, первое время она не понимала, что можно там, что я могу взять на руки. Она еще и извивалась и убегала. То есть у нее был такой период, когда она очень сильно, у нее были истерики, очень сильно она билась головой об стенку, вот этот синдром детдомовских детей. Когда она сама себя укачивала в кровати, раскачиваясь. Вот это все мы проходили. Это было все очень, как бы, мне было сначала, честно говоря, страшно, когда ребенок сидит и бьет с головой об стенку и плачет. Я пытаюсь ее успокоить, а это еще хуже. Я пытаюсь руку подставить, а она еще больше заводится. То есть она не понимает, что можно как-то успокаиваться. И там физическое удержание ее вызывало в ней просто какую-то там невероятнейшую силу физическую. Она прям вырывалась и убегала. Ну, видимо, отпечаток все-таки вот этого, когда дети сами себя успокаивают, когда детей там привязывают к горшкам тоже, наверное, физическое удержание. Это тоже. С утра их поднимают. Чтобы они привязывают к горшкам. Ну да, чтобы они с утра сходили, чтобы не писались потом. Вот, я извиняюсь там за подробности. Во-первых, их привязывают к горшкам, чтобы они там сидели колготками. А во-вторых, им не дают просто пить. Детям не дают пить столько, сколько они хотят. И для нас было тоже каким-то шоком. Просто когда я давала первый раз там водичку в стаканчик внула, она пока не выпила всю воду, но я думала, хочет пить ребенок. Но если вода стоит, она все время, первое время подходила, выпивала всю воду. То есть, если она пить не хотела, она выпивала все воду и из рук не выпустит чашку до тех пор, пока она все до дна не выпьет. То есть, надо напиться, потому что больше не дадут. Да, да. И пока она не привыкла к тому, что всегда вода или чай, там, что она захочет, ей можно получить, прошло месяца три. То есть, вот первые три месяца она просто напивалась и вот с едой то же самое. То есть, она до сих пор никогда... Юля, ты будешь кушать? Да. То есть, даже если она вот только что поела, она все равно будет кушать. Она никогда не скажет нет. Наташа, насколько я знаю, у вас есть еще один приемный ребенок. Да. И он тоже почти тюремный. Ну, она родилась, слава богу, не в тюрьме, но когда она родилась, родители ее оставили с бабушкой. Вот. И бабушка не могла ее обеспечивать никаким образом, поэтому мы решили с мамой забрать ее. Вот. И она живет с нами с двух, где-то с полутора лет. Сейчас ей уже 13 с половиной. Вот уже 14 скоро будет. Понятно. Честно говоря, я думаю, что у вас был не самый... дурной опыт с первым приемным ребенком, если вы решились на второго. Ну, в общем, да. Я... У меня всегда, сколько я себя помню, я очень люблю деток. У меня мама работала в детском саду, я любила как бы все время общаться с детьми, все время как-то во дворе тоже находила мамочек с колясками, и к ним все время приставала дать коляску покатать. Сейчас мы послушаем, кто нам звонит. Здравствуйте. Опять сорвался у нашей Юли кто-то. у нашей Юли-продюсера. А есть Павел? Ну, а, вот есть Павел. Нажимаем. Да. Слушаю вас. Не знаю, какие-то беды. Сорвался звонок. Хорошо, не будем брать. Говорим дальше. На чем мы остановились? Я уже... На старшей. На старшей. На старшей, да. Сейчас они прекрасно дружат. Старшая Наташа знает, что она приемная. В этом году опека вынудила меня рассказать ей об этом. Потому что... На самом деле, правильно. Ну, да. Я очень боялась этого момента. Я готовилась. Я не спала ночами. Переживала очень сильно. А почему первую взяли? Родители бросили. Оставили бабушке, которая не смогла ее даже накормить нормально. Вот, когда я приехала, увидела голодного там истощенного ребенка. Я ее просто забрала в Москву. А сколько лет вам было? Мне 25 примерно. Нормально. 25 лет. Помнишь, Романова, себе по 25 лет? Была ты способна на такие вещи? Да я, наверное, сейчас не способна на такие вещи. Это очень ответственные вещи. Ну, ответственно – это мало того. Наверное, вот какое-то особенное чувство. Особенное чувство полюбить чужого – это особенное чувство. Особенная ответственность – это дар, мне кажется. Скажите, Наташа, а вам наверняка приходится менять свой образ жизни? Как можно работать там в офисе полный день, если у тебя на руках двое приемных детей? Тем более второй совсем маленький. Ну, поэтому я не работаю в офисе. Я работаю в свободном графике. И моя работа обязательно, то есть условия, да, моя работа – это свободный график. Чтобы я могла иногда утром помочь. У нас бабушка очень сильно мне помогает, моя мама. Естественно, без нее бы я вообще не справилась. Вот, она сидит с Юлькой, когда я не могу там, там, оставаться дома. Иногда я беру Юлю с собой, что мне очень нравится. Я так же поступала со старшей своей. То есть я ее сажаю с собой в машину, даю ей какие-нибудь игрушки. Вот, и мы едем на работу со мной. Она очень любит. То есть для нее путешествие на машине – это что-то такое. Она очень собирается, соответственно, к этому подходит, одевается красиво. Вот, рассказывает мне, что она принцесса и едет на работу. – Нормально. – Ну, все-таки, вот те 800 или 900 детей, о которых, Оль, ты сказала, какое будущее их ждет? А есть ли желающие усновлять таких детей и так далее? – Об этой проблеме очень мало кто знает. И у этой проблемы есть еще одна очень неприятная черта. Да, дело в том, что мы же понимаем с вами, что далеко не все осужденные у нас попали под раздачу. Многие же действительно реальные преступники, а женщины жестокие. Значит, они более жестокие, чем мужчины. И часто очень, когда женщины выходят из тюрьмы, пользуясь ребенком как поводом для УДО, они выходят из тюрьмы и оставляют его. Хорошо, если оставляют на остановке. Слушайте, у меня звонок. Я должна сказать «Алло». – Алло. – Да, слушаю вас. Добрый вечер. – Добрый вечер. Прям такая потрясающая передача, очень тронула. А не подскажете, вот такой вариант родился в голове неожиданно. Если вот просто приехать на какую-то женскую зону, где есть дом ребенка, и попытаться как-то помочь. Может, игрушки какие-то там детям передавать. Там питание, может быть, детское, еще что-то такое. Ну, вот в частном порядке. Не знаете этот вариант? Спасибо. Я сейчас попрошу Наташу ответить вам на этот вопрос. Она, наверное, знает лучше. Ну, к сожалению, это закрытая территория. Проникнуть туда очень сложно. И, как правило, они не берут какую-то помощь. И даже когда я приезжала... Они говорят, наверное, что государство все обеспечивает. Ну, вот насколько я знаю, там, где проживала Юля, там есть дополнительная еще пекарня, которая продает хлеб в городе. И часть денег идет на вот как раз дом ребенка, потому что не хватает финансирования. Знаете, как в любом детском доме у нас памперсы. Три памперсы на день ребенка. Ну, если в лучшем случае. Поэтому пить не дают. Ну, да. Проблема передачи чего бы то ни было, в какую бы то ни было зону, для кого бы то ни было, книжек, одежды, продуктов, лекарства особенно, памперсов, это всегда сопряжено... Это не человеческая задача. Это то, чего делать нельзя. Умри, но ты ничего не получишь. Это всегда связано с обходом правил. Понятно. То есть за взятку дать передачу. За взятку дать передачу ребенку, да. Кошмар. Оль, продолжи, пожалуйста, про мам, которые выходят и все-таки не агнцами себя являют. Не агнцами, не агнцами, получая УДО, ну, предъявляя свое материнство в суду, что вот мне надо получить, и действительно хорошо, если оставляют на остановке тут же. Ребенка. А ведь они понимают, что лучше всего, если бы это ребенка не нашли бы вовсе. Нет ребенка, нет проблемы. И это понимают прекрасно и суд, и органы опеки. Это все понимают. Просто для всех удобно, чтобы ребенок исчез. Удобно. Понимаете? Удобно, чтобы ребенка не было. Не задавай вопрос, понимаю ли я, я не понимаю, просто, видимо, это не дано понять человеку, который с этим не сталкивается. Слава тебе, Господи. Я хочу Наташу спросить теперь. Наташ, ну, то есть, существует два варианта. Первый, что мама Юли, Аня, по-моему, ее зовут, будет любить свою дочь все эти годы, сколько ей еще осталось сидеть, придет и скажет, все, отдавай. Ну, как вариант. И вы отдадите? Да, и буду помогать дальше Юле. И, ну, они снова едут в Рязанскую область? Ну, вряд ли, потому что там, где она сейчас прописана, ни одна опека туда ребенка не отдаст. Это будет большая задача помочь еще маме. Маму перевести в нормальные условия, дать ей возможность зарабатывать деньги. И только после этого, когда мы соберем все справки, что условия ребенка, да, более-менее приличные для опеки, тогда ей вернут ребенка. Это вот та еще проблема, до которой я уже дошла уже позже. Взяв девочку. Да, да, я уже поняла, что ждет нас дальше, собственно говоря, что дальше эта помощь маме должна быть оказана в том числе. Ну, еще есть вариант второй, что мама просто не вспомнит за эти годы о своей дочери. И тогда девочка останется с вами? Конечно, нет, я ее отдам в детский дом через 10 лет, скажу, срок закончился, дорогая. Нет, уж я должна задать этот вопрос, извините. Нет, конечно, если они не захочут, это даже не обсуждается. То есть, этот вопрос я себе даже не задаю. Но все-таки изначально мне бы хотелось все-таки, чтобы мама с дочкой, конечно, будет непросто им. Потому что мне нужно будет всегда помогать, и я буду брать ее на море с собой отдыхать обязательно, как я уже планирую. Вот, если Аня там будет продолжать любить Юлю, и они будут жить вместе. Вот, и, соответственно, я всегда буду помогать и рядом быть с Юлей, потому что я уже ее не брошу, конечно. А старшая девочка Наташа, вы приехали на эфир немножко расстроена, видимо, сказав, что вы с ней немножко поругались, потому что ей 14 лет, и это трудный возраст. Да, нам скоро 14, я ее наказала, и каждый раз, когда я ее наказываю, честно говоря, у меня вот чувство вины внутри всегда присутствует. Я начинаю себя чем-то оправдывать, разговаривать там с мамой своей, говорить, ну, она же не права была, ну, я же, наверное, правильно сделала, успокаивая себя. И у меня вот все время там... Сегодня я отобрала у нее все мобильные телефоны, чтобы она не звонила друзьям. Это было мое наказание самое страшное, наверное, для нее. Наташа, а мама... Ой, Наташа, говорю, господи, запуталась. Прости, пожалуйста. А осуждает мама? Бабушка наша? Нет, она меня поддерживает, она полностью на моей стороне. С самого начала? Да. Да, она, ну, в плане, если того, чтобы брать детей, поддерживал сразу. То есть, когда я... Мы когда брали Наташу, у нас даже выбора, то есть, не было, мы даже не думали. Мы как-то ее забрали оттуда сначала, просто перевезли в Москву, и стали там выкармливать, и взяли даже эту бабушку, которая там не в состоянии была. Ну, бабушку употребляла алкоголь, естественно, вот. То есть, мы пытались еще и бабушку устроить на работу в Москве, вот. Но когда бабушка сорвалась в очередной раз, я бабушку, честно говоря, выгнала из дома. Ну, мы с ней общаемся, она периодически раз там в три года к нам приезжает, вот, даже привозит какие-то подарочки небольшие. Ну, у нее там более-менее все сложилось на уровне человека, который там, ну, на ее уровне. У Наташи, у вашей старшей, ну, удочеренной девочки, у нее отец в тюрьме. Да, он попал туда четыре года назад, по той же статье, что и Аня, мама Юлия, тоже за убийство. Да, у него та же статья, и он сидит те же 10 лет ему дали как раз. Вот, а Наташина мама живет в Подмосковье, прекрасно рожает. Это второй ребенок, которого она бросила, может быть, ну, из тех, кого я знаю там. Вот, у нее пятый ребенок вот родился, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, я должна сказать алло. 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 Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Хотел, во-первых, сказать, ну, такое, правда, не замечание, запрещение, то, что по поводу детей не поят, там не кормят, это на самом деле происходит даже в детских садах у нас. Это ужас, что творится, то есть, мне рассказывала бывшая уборщица детского сада, они детей даже специально простужают, чтобы меньше была нагрузка на детский сад. Это где, это в каком городе? Это в Подмосковье. Ой, кошмар какой. Вот, то есть, ребенка забирают из детского сада, он вцепляется в кружку с водой, как будто он сто лет не пил. Бедный. Вот. Ужас вообще, что творится, ну, я не знаю, как вот люди такие работают. Это детский сад, это не детдом. Представляете, а тут еще и зона. Тут, по крайней мере, ребеночек может прийти домой и напиться, да, и соку, и водички, и чая, а там он все время в этой ситуации. Да, и вот я хотел еще задать вопрос. Вот у меня двое детей, у меня старше три с половиной, младшему полгода, вот. Ну, значит, я вот просто, мы подумывали, что три этого там, ну, очень тяжело. Я вот задумывался о том, чтобы усыновить, но у меня, к сожалению, когда-то давно в молодости судимость была, но она, по идее, погашена. Вообще, как это возможно? Оль, ты можешь ответить на этот вопрос? Спасибо, Михаил. Михаил, теоретически возможно. Теоретически прямого запрета нет на усыновление. То есть стоит попытаться. Тем более, что сейчас в связи с тем, что Дума запретила американцам усыновлять, вроде бы обещают нам с вами, судимым, поблажки, людям с российскими паспортами. Но на практике... Ну, Михаил, в любом случае попытайтесь и сделайте это открыто, так сказать. Привлеките к этому внимание наши, журналистской общественности. Мы постараемся вам помочь. И вообще я предлагаю вам обратиться к Светлане Петровне Бахминой. У нее есть адвокатская бюро, он называется СПБ. Находится, кстати говоря, совсем недалеко от Радио Финдам, тоже на Павелецкой. Я совершенно уверена, что работники этой юридической службы вам помогут совершенно бескорыстно. Давайте дальше. Я можно скажу про простуды. Мы когда забрали Юльку, она просыпалась с утра, и очень долгое время у нее был немножко хриплый голос. Прям вот такой, знаете, как бы... И у Ани, у самой, у мамы, у нее голос такой достаточно хриплый, она курит. Ну, это и прокуренный. Ну, да. И у Юльки был очень похожий голос, и мы стали проходить всех врачей. И когда я была у Лора, я говорю, вот такой хриплый голос, наверное, по наследству. Врач засмеялась, голос говорит, вы знаете, голос по наследству не передается. И назначил нам какую-то безумную процедуру под каким-то общим наркозом. Конечно, я от нее отказалась, потому что они думали, что там что-то очень серьезное. Вот. Ну, и, в общем, с течением времени, когда она перестала, то есть, ну, она не болела, мы ее там тепло одевали, и любую болезнь там, ну, она пару раз кашляла, там, микстурами сразу. Сейчас у ребенка ангельский голос совершенно такой нежный, такой вот, и она может как бы... Когда может... То есть вы имеете в виду, что голос загрубил просто от условий, в которых она... Во-первых, во-вторых, от постоянного крика. То есть, когда она кричала у нас первое время, она надрывала голос, она прям... А почему кричала? Она дома, но у нее были истерики, то есть она... Ей, во-первых, ну, она не привыкла еще, наверное, к определенному графику жизни, да, то есть вот у нее вызывало что-то, какой-то страх. Она могла закричать, заплакать. Если что-то ей там запретить сказать, вот, ну, это опасно, нельзя, то есть там, ну, какие-то вещи. Это вызывало тоже истерику просто. Это не крик, то сейчас не можно договориться. Абсолютно нормально, она понимает все. А сколько она уже у вас? С сентября. Мы заправили 21 сентября ее. Ну, вот полгода. И сейчас абсолютно другой ребенок. Она даже там полюбила плавать в ванной. До этого она боялась воды. Ребенок не мог там даже горячую воду переносить, теплую, там, прохладная. Прохладная вода для нее была комфортна. Все остальное вызывало крик и ужас. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина. У меня, в общем-то, вопрос такой, но, скорее, даже не вопрос. Я бабушка. Моя дочка установила, имея свою девочку, установила, взяла под опеку еще двоих деток. Старшему мальчику 16 лет и младшей девочке 4 года. Да. И вот проблема такая, что родители их лишены родительских прав, они не, как говорится, не арестованы, не в тюрьме. Вот. Но это асоциальная совершенно семья. Вот. Они бьют друг друга, пьют. И они проживают в той квартире, которой остаются прописаны эти дети. Через полтора года старший мальчик уже по закону перестает быть под опекой. Ему исполняется 18 лет. И он должен будет вернуться в свою, так сказать, квартиру. В эту асоциальную семью? Да. В эту асоциальную семью. То есть там, где он прописан, это его жилье. Там трехкомнатная квартира, и живут двое алкашей совершенно уже. Ну, опустившись. То есть и что делать в такой ситуации? Вот. Да. Моя дочка подала в суд. Но судья говорит, что вы не имеете права подавать на решение этого вопроса. Она говорит, ну как же, я защищаю интересы старшего своего ребенка на данный момент. Она, конечно, его никуда не отпустит. Он будет продолжать, скорее всего, жить с ними. Потому что, ну, у мальчика есть какие-то проблемы. Там, педагогическая запущенность. Там, он какое-то время был в интернате. То есть нужно догонять учебу. Нужно снимать с него там, ну, неврологические разные заболевания. Я говорю, да. Она хочет продолжить и дать ему достойное образование, и все. Ну, вот. В общем, у нас вопрос вот такой вот с жильем. Что бы вы посоветовали? Ой, к сожалению, я сама не могу вам ничем помочь и посоветовать. Оля, как ты думаешь, к кому обратиться? Господи, сколько у нас святых людей. Да. Сколько в России святых людей. По-прежнему Светлана Петровна Пахмина, это, собственно, ведущая программа «Рожденные за решеткой», «Дети за решеткой». Она в том числе и занимается этими проблемами. У нее есть несколько специалистов, которые занимаются и опекой, и вопросами, связанные с, в том числе, квартирными. Ведь у Наташи тоже этот вопрос рано или поздно встанет. Ну, конечно. У нее же дети не удочеренные, а находящиеся под опекой, и у них есть родители. При этом девочке Юлия из тюрьмы никакой квартиры в жоплощадке не положено. Не будет положено никогда. А старшей положено. И пойди еще походи за этой квартирой. Пойди еще походи за этим за всем. Галина, в общем, Светлана Петровна Бахмина, адвокат. Как еще раз называется? СПБ, Светлана Петровна Бахмина. СПБ. Ну, это в Москве находится адвокатская контора. Я думаю, что они вам помогут, и, как сказала Оля, совершенно бескорыстно. Наберите в Яндексе. Да, наберите в Яндексе. Дорогие дамы, мы должны опять прерваться на рекламу. Простите, пожалуйста. 5, 10, 9, 9, 6. Итак, мы разговариваем о детях в тюрьме и о том, каким образом они могут оттуда выйти. И не просто выйти в детский дом, а выйти в жизнь. Потому что, как мы знаем, к сожалению, наши детские дома, тем более, я думаю, в таких вот отдаленных местах, это не самый лучший старт в жизни. Как спасти этих детей, как помочь им, как попытаться организовать людей для того, чтобы они им помогали. Мы знаем, что в России очень много добрых, очень много отзывчивых людей. Но, тем не менее, вот об этой беде мы просто мало знаем. А Оля говорит, что от 800 до 900... Почти тысячи. Почти тысячи детей рождены мамами в тюрьме и сейчас находятся фактически... То есть безлины виноваты, они уже при рождении начинают отсиживать свой срок. Страшно представить. Наташ, а своих детей будете заводить? Да, обязательно, при первой возможности. А давайте выдадим Наташу замуж. Хорошая идея. Прямо на эфире. Прямо вот здесь, давайте. Наташа, не замужем. Молодые люди, звоните. Почему только молодые-то? Молодые люди, молодые духом. Молодые духом, люди, звоните. В нагрузку представляется собачка и двое... Двое деток уже, да, есть. Да, замечательно. Жил площадью обеспеченной, так что всё нормально. Прекрасная тёща. Добрейшей души человека, посмотрите. И плюс ко всему, действительно, последуйте примеру Брэда Питта. Сан-Джелли. Да, вот, кстати сказать, идеал мужчины. Наташ, какой? Ну, у меня в последнее время, честно говоря, вот после того, как мы взяли Юльку, я поняла, что у меня немножко померялось мировоззрение. И сейчас я в мужчине вот как раз начинаю видеть именно отца, отца детей. Вот не зря про Брэда Питта сказали. Я всё смеюсь, говорю, мне нужен мужчина, который придёт и скажет, я буду любить твоих приёмных детей, мы родим ещё двоих, ну, ещё парочку ещё возьмём, которым нужна наша помощь. Вот это, наверное, идеальный мужчина для меня сейчас, потому что большинство мужчин, конечно, не понимают, что вот я делаю, и они считают, что там, ну, как это, это чужой ребёнок. Я думаю, что и много женщин не понимают, так уж не будем только на мужчин понимать. Давай скажем, что Наташа красотка, здесь же есть и фотографии на сайте, и камера стоит, работает. Наташа красотка. Мужчины. Ладно, Романова, кончай. Почему это? Это почему ещё? Наташка покраснеет и сбежит из эфира. Застесняюсь уже. Не дадим, не дадим застесняться. Наташ, ну, окружающие, вот давай всё-таки всерьёз на эту тему. А как реагировали подруги, друзья вот на такую активность? Вот как раз подруги, друзья хорошо очень реагировали. Большинство, скажем так, были люди, которые говорили, зачем тебе это? Да, вот, но большинство очень даже там участвовали, говорили, куда там надо съездить в опеку, потому что я всё время, всё лето я писала постоянно посты, что это какой-то ужас, это непробиваемая стена, это очень тяжело. Ты писала в живом журнале или в фейсбуке? Я развлекалась и писала, что я сижу тут в очереди с бабушками, обсуждаю, значит, очередную там какую-то новость в поликлинике, потому что проходить врачей необходимо обязательно в государственном учреждении, чтобы это не было покупные анализы. Вот, нужно пройти там какие-то там... Заметьте, в государственном учреждении ничего нельзя купить. Конечно, ура, да, ничего купить нельзя, но чтобы сдать любой анализ, нужно, допустим, ждать 2-3 недели, вот, чтобы ждать анализ крови. Ну, они, наверное, устаревают ещё с такой же скоростью данные этих анализов. Да, и если там вовремя не собрать один документ, то второй может за это время устареть. Вот именно поэтому опеку на свою первую дочь я оформляла только вот сейчас, когда уже приняла решение брать Юлю. То есть мы одновременно... Чтобы два раза не вставать, да? Да, совершенно верно, потому что когда я начинала это делать три раза до этого, я бросала на середине пути и говорила, да не надо нам ничего от вас государства. А опека что даёт? Какие-то финансовые возможности? Ну, финансовые, да, государственные, да. Да, опека, значит, на Юлю мне сейчас выплачивают небольшую помощь, вот, и если... Большую какую есть? 12 тысяч рублей в месяц, вот, я получаю теперь на Юлю, да. На Наташу я не получаю ничего, потому что родители не лишены родительских прав, и несмотря на то, что она находится на опеке, ей не положено ни пионерский лагерь, ничего, то, что положено другим детям, которые находятся на опеке, потому что не лишена родительских прав. Так как у Юли мамы в тюрьме, на ней там, ну, больше каких-то, ну, мы ничем особо так не пользуемся, в общем-то. Я думаю, что пока страшно её отправить куда-то от себя. Да, я ей старшую отправить-то не отправлю никогда, я всё время её с собой только беру, и мы на море сами, вдвоём там, я не могу представить, что она там уедет куда-то надолго одна, ну, честно, пока я ещё не готова. Вот, Романова, вот когда у тебя дети росли, ты ведь наверняка могла представить, что они уедут одни на море. Да, но я с ними довольно давно тоже говорю о том, что нам необходим третий ребёночек в семье, и я готовлю к тому, что рано или поздно он появится, конечно, конечно. Я хочу вам что-то рассказать историю про Наташу, ещё одну. Они когда ездили оформлять в Мордовию документы, они в каком-то городе посредине между Мордовией и Москвой обнаружили кота, который умирал на улице, всего машина переехала. Они этого кота забрали и отнесли в ветеринарную клинику. И чёрт их дёрнуло, денег дали, всё нормально. На обратном пути вот их что-то дёрнуло, да, проверить кота. В клинике у них оказалось, его в коробке живого выбросили. Взяли денег, просто выбросили. Девчонки взяли этого кота, привезли его в Рязань, в Рязань ветклиника. Ну, кот погиб, но он не мучился, потому что всё вкололи, они ещё этим по дороге занимались. Вот эти вот спасивчонки юристки, вот поехали за девочкой в тюрьму, а заодно ещё и вот так. Ну, это вот, извините меня за выражение, русские бабы, как я их люблю, господи. Ну, кто-то, тем не менее, видимо, тоже не инопланетянин, а только кота выбросил. Ровно те же русские бабы. Вот и одни, и другие, и нельзя сказать, кого больше. Вот это и страшно. А я, тем не менее, вот специально зову на эту программу людей, которые делают нечто такое положительное, с моей точки зрения, что, в принципе, вполне заслуживает определения, ну так, сошла с ума, городская сумасшедшая, кто же это будет делать, да кому это нужно, да своя хата, своя рубашка ближе к телу, и наш хат с краю ничего не знаю. Вот мне как-то очень хочется зародить в нас во всех, я имею в виду не только присутствующих тут в студии, уверенность в том, что нас больше, что хороших людей всё равно больше. И тех, кто выставил кота, взяв деньги, их меньшинство. И тех, кто... Да, городские сумасшедшие сейчас, но как только их становятся десятки, сотни и тысячи, оказывается, что городские сумасшедшие – это плохие люди, а хорошие все нормальные. Вот как ты считаешь, Романова, достигнем мы когда-нибудь этого состояния? Или я такая сумасшедшая идеалистка? Причём очень скоро. Я тут говорила с физиком Даниловым. Он сказал, вот видите, как Россия развелась за 10 лет, когда я сидел. Говорю, что же она развелась-то? Напомни, пожалуйста, слушателям, кто такой физик Данилов. Данилов был осуждён в 2002 году за шпионаж в пользу Китая. Ядерная физика, академика. В городе Красноярске. В городе Красноярске. Оправдан судом присяжных. Потом с подачи ФСБ... Верховный суд отменил приговор присяжных, чего не может быть, потому что не может быть никогда, и снова посаживал в тюрьму. И вот он сказал, видите, как Россия изменилась? Она стала так развиваться. Где же она развивается? Как изменились люди? Сколько хороших людей? Когда садился, вас только тут не было. Это очень важно. То, что эра цинизма прошла, мы все должны понять. А поверить в это сложно, потому что нам кругом говорят, ну что вы, ну что вы, думайте о себе, не думайте о других. Вот Наташа, устанавливая опеку над этими двумя девочками, разве думала о себе? Она же сначала думала об этих детях, а потом все-таки о себе. Потому что то, как они растут, и то, как они развиваются благодаря вам, это, пожалуй, лучшая награда из того, что может с вами происходить. Вот ваши ощущения от их успехов. Ну, со старшей сейчас немножко сложнее. У нас больше все-таки переходный возраст. А Юлька, она, конечно, радует. Она просто маленький ангелочек. Она с утра просыпается, она сразу начинает чем-то радовать. Она такая позитивная. Она носится по квартире. Вот просто квартира ожила. Вот я вам честно скажу, у меня мама ожила. То есть вот ради вот этого всего. Наташка поменялась, моя старшая, по отношению к ней. Они уроки вместе делают. Она разрисовывает ей дневник. То есть вот какая-то жизнь началась совсем иная. Скажи, пожалуйста, а мама пишет? Мама Аня. Мама, ну да, она написала нам несколько писем уже. Да, мы собираемся на свидание к маме поехать. Я думаю, что это будет в феврале. У нее в феврале день рождения. Мы ей сделаем подарок. Мы приедем к ней в гости. Поедете на машине? Да, на машине. Туда просто по-другому не доедешь. А где ты находится? В Мордовии. Но раньше она сидела в поселке Явас. А сейчас ее перевели в 14-ю колонию. Зубова Поляна. В 14-е там, где Надя. Да, и туда просто, если поездом приезжаешь, потом еще очень долго добираться. Надя Столоконникова. Да, Надя Столоконникова. Да, они там в одной сидят в колонии. И нам проще у меня там посадить Юльку в машину и отвезти ее туда. И они пообщаются прекрасно с мамой. Я думаю, что это будет очень большой подарок. А вы сами за рулем? Да. Конечно. Такая вот очень стоятельная русская женщина. Но без руля я никуда. Хорошо. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, напоследок, вот они добрые девочки? Да. Они делятся? Да, конечно. Они знают о своем, так скажем... Ну, маленькая еще не знает, а та, которая постарше, о своих настоящих родителях. Она все знает. Мы ей летом все рассказали. Она абсолютно все знает. И, конечно, иногда они всегда понимают, что она меня там может немножко обидеть там своим вот там. Вот каким-то... Я переживаю, она не звонит. Ну, это подростковый период, он пройдет. Но когда мы едем втроем, допустим, в магазин, это совершенно там офигенное ощущение просто от того, как мы проводим вместе время. Юлька там в тележке, помогает нам покупать продукты, Наташа ее возит. То есть у вас такая большая-большая семья, но, тем не менее, она должна понимать, что ее настоящие родители таковы. В 14 лет ребенок не настолько еще готов осознать. Она знает, она знает это на уровне информации. Осознание к ней придет гораздо позже, это точно. Сейчас она... А вы с какими-то психологами советовались, Наташа? По поводу Юли советовались, по поводу Наташи, мы сейчас нашли хороший тренинг для подростков как раз, чтобы немножко направить. У нее появилось очень много комплексов, я это вижу. И хочу я немножко ей помочь в этом самой разобраться. Вот, и я сейчас буду ее туда отправлять. А с Юлей у нас пока только будет корректор по поводу развития немножко, потому что мы отстали чуть-чуть. Скажи, пожалуйста, она тюрьму вспоминает? Вообще помнит? Помнит, помнит. А что помнит? Помнит, как ругались тетеньки, как говорили матом на нее. Помнит, вот, очень эмоционально об этом рассказывает. Боится, если я ругаю, допустим, старшую Наташу, это чуть повышенный тон, а приходится иногда. Вот, она очень боится, она закрывает уши, убегает. И если я, я эмоциональный человек, я люблю жестикулировать, когда разговариваю. И когда я когда-то там в разговоре подняла руки, показала, что Наташа, что вот так делать нельзя, Юля просто сжалась в угол и закрыла голову руками. Она боялась, что вы ее ударите. Что я ударю ее, да, она боялась, что я ее ударю. И вот крики для нее, это совершенно там, она очень нервничает, когда начинаешь. Она вообще пока еще реагирует на какие-то вещи, ну, видно еще остатки вот этого всего. А последователи у вас могут быть? Я очень надеюсь, что будут. Я тоже очень надеюсь на то, что у Наташи появятся последователи. Алло, последний звонок. Алло. Добрый день. Здравствуйте, у нас очень мало времени, спрашивайте быстренько. Еще замуж Наташу не выдали, которая девочка. Нет, хотите? Обязательно. Телефончик оставьте, хорошо? Потому что... Конечно, действительно. Не-не-не, анкеты мы сами. Записывайте телефон, девочки. Вот все, спасибо вам большое. На этой оптимистической, я надеюсь, ноте мы закончим сегодняшний эфир. Он очень грустный, с одной стороны, и очень позитивный, с другой. Как все наши разговоры о том, что нас ждет. Субтитры сделал DimaTorzok